День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Лоисин. Здравствуйте. Я всегда говорил, что я создан для того, чтобы тратить деньги в дорогих путешествиях. Есть другие люди, которые не сильно заморачиваются квартплатой и вряд ли становятся членами ОСМД, которые так пытаются создавать наше государство. Я говорю о людях, которые действительно всю жизнь путешествуют. К нам в студии присоединился Сергей Гордиенко, путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, я уверен, что в доме, где вы живете, вы не всех соседей знаете. Я их не знаю вообще. Вы дома не бываете? Нет, почему? Дома я бываю. Но дело в том, что мы переехали недавно, где-то 7 лет. Это, в общем-то, такой особнячок, где мы вольно дышим всей семьей, скажем так. И еще не успели до конца со всеми познакомиться. Но опять, наверное, нет общих интересов. Это очень важно. Вы практически всю жизнь путешествуете. Вы знаете, я всегда считал, что люди имеют, каждый человек имеет свое предназначение. Вот для меня дорога – это информационное поле. Скорее всего, я это осознавал с детства, скажем так. Я не просто мечтал, я к этому ушел. Ушел настолько бурно, что даже сопротивлялся, скажем так, сопротивлялся тем, кто хотел мне навязать другие профессии и так далее. Хотя по образованию я историк и юрист. Первое путешествие свое помните? Ну, наверное, с отцом. Когда я впервые, собственно, наверное, в 5 лет. Это была тайга. Вот я, собственно, ужасно мерз. Я помню, отец постоянно заглядывал мне в глаза и спрашивал тебя, ховно. Думал, если я признаюсь, я больше никогда с ним не пойду. Поэтому я говорил, мне хорошо. Слушайте, ну, это как тот анекдот про маленького белого медвежонка. Был ли момент, когда вы поняли, что путешествовать вы хотите один? Не в компании, а именно один. И бросить вызов стихии, и посмотреть, из чего вы, собственно, сделаны. И каким образом закалится ваша личная сталь. Вот когда вы приняли это решение? Очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что, наверное, это не какие-то, скажем, ситуации, которые меня подтолкнули к тому, чтобы жить в одиночестве. Это, скорее всего, вариант эксперимента. Дело в том, что я водил очень много в свое время групп. Я мастер спорта по туризму, по двум видам. И, собственно, когда я уже освоил технику выживания, технику определения препятствий, я осознал, что некоторые вещи выполнять с группой практически невозможно. Человек... Какие вещи, например? Ну, скажем, допустим, если вы идете к какой-то теме, неважно, это и исследовательская тема, да? И нужно получить результат качественный. Для того, чтобы в группе всегда возникает вопрос, когда появляются опытные люди, они пытаются тянуть это дело на себя. И начинаются разборки. Слишком много мнений специалистов и профессионалов. Да, и тогда начинаются, то есть занимаются не делом, а занимаются дележкой власти и так далее. То есть это происходит во всех сферах. Таким образом, никто не отдыхает и не перезагружается, а попадает в тот же социум, с которым пытались выраться. Да, это социальные проблемы и так далее. Когда человек находится один, он полностью посвящает себя теме. Я хочу сказать, что моя тема – это не ради путешествия, это моя тема – это техника и психология выживания, это спецкурсы, которые читаю в университетах, в школах. Ну и, естественно, те тесты, которые я нарабатывал бы, я предлагаю не только специалистам, но фактически и людям, которые могут просто попасть в ситуацию. Скажем, за границей моя тема, она имеет чуть ли не первое место. И если вы знаете, кто-то летал, допустим, в самолетах за границей, если кто-то, допустим, ездил бы в транспорте, то знаю, что там почти в каждом транспорте есть маленькие брошюрки, которые рассказывают, как нужно себя вести. Если вы попадете в среду, где нет цивилизации и так далее. У нас таких вариантов нет. Скажем, там к этому относятся более серьезно. Мне кажется, что нас вообще не уделяют внимания этому моменту. Ну да, совершенно. Потому что, знаете, когда, допустим, иду я, или идет еще кто-то, допустим, из моего цеха, то всегда говорят так, а кому это надо? Но почему-то в Америке говорят, Джонни, ты идешь, иду, сделай этих русских. Слушайте, вот уход от цивилизации, от ее благ, кстати, осторожнее, вы себе сейчас кофе ваш, он стоит у вас под правым локтем. Когда вы уходите из цивилизации, неужели вы не страдаете по благам? Что вы берете с собой? Это какие-то теплые вещи, это, может быть, газовые верилки, на которые готовите горячую пищу, может быть, это телефон, электричество. Что нужно для того, чтобы передвигаться и жить самому? Я хочу сказать… Может быть, кофе берете с собой? Конечно, иногда беру. Дело в том, что, понимаете, выживание – это не способ жизни. Выживание – это хаос, это временное состояние перед тем, как найти вариант какой-то системы. Вот система, даже если она плохая, если вы едите каждый день, если вы спите, это уже не выживание. Выживание – это хаос. Скажем, конечно же, я беру необходимые для меня продукты, которые, собственно, я уже отработал за период своих экспедиций. Вот, конечно же, вещи. Скажем, я ухожу ведь не на один-два месяца. Я, бывает, ухожу от полугода и до нескольких лет. Поэтому со мной и зимние снаряжения, и осенние, и так далее. Все это в одиночку? Да, конечно. Слушайте, до нескольких лет? Какое самое длинное путешествие? Семь лет. Семь лет один? Значит, это Евразия. Значит, стартовала в 2004 году из Севастополя. Дошел до Владивостока пешком. От Владивостока на каяке до Магадана, через Охудское море. От Магадана до Петропавловской Камчатской, которые я с японцами ушел, значит, накурил Японию, прошел Японию, затем Вьетнам, Китай. Я вернулся во Владивосток. От Владивостока я прошел пешком полностью всю Байкаламурскую магистрат до Новосибирска, оттуда, и на каяке сплавился по обиде, 4 тысячи километров по реке, до, значит, Салихарда, это столица Ямала. Затем я прошел... Да, там, где вы сюда. Слушайте, я отдал нарезы, с трудом доплывая. Я прошел на лыжах Ямал. Слушайте, вы на Салихард попали, это полуостров, кстати, да? Нет. Он считается островом. Скажем так, ну, это не остров, это материковая часть, просто она среди болот находится. Вот, и там, получается... В основном сообщение зимой по льду. Да, да. Я просто поэтому спрашиваю, в какой период там были? В летний, ну, как в летний, это уже был конец. Ну, как летний, в принципе, там нет такого понятия. Да, там лето приходится на воскресенье, как говорят, да. Ну, вот. Я сплавился просто пока еще не было ледостава. А когда начался ледостав, я уже оказался в Лабутнанге. Это уже другой городочек небольшой такой, где начался сначала, значит, Полярный Урал, Югорский полуостров, и дальше уже я дошел до Петербурга, оттуда, собственно, вернулся в Севастополь. Вот. Ну, скажем, как бы главной темой во всей этой экспедиции, это была, конечно, психоадаптация, которую я, собственно, читаю лекции, пишу. Вот. И несколько книг. У меня написано сейчас несколько книг, значит, по поводу этих тем. Вот. И, наверное, одна из самых главных все-таки тем, это, скажем, адаптация организма в период миграции. Вопрос, кстати, очень серьезный. Я наблюдал, как дислоцировать людей, допустим, из регионов бедствия, да, в регион, где они будут проживать. И вот там начинается эпидемия. Вопрос всегда возникал. Почему это получается? А дело в том, что… А организм не готов. Конечно. Дело в том, что транспорт скоростной переносит людей очень быстро, а среда, в которую они прибывают, она для них фактически неизвестна. Вот, скажем… Влажность, давление, микроорганизмы. Да, все, абсолютно, да. Температурный режим. Пища и так далее, люди, которые ездят… Даже роза ветров влияет очень сильно на человека. Конечно, люди, которые ездят отдыхать, они тоже, кстати, какое-то время… Находятся в стрессе. Да, находятся в стрессе, переболевают и приезжают не вполне отдохнувшие, скажем так. Вот. Ну и, собственно, я провел эксперимент, я прошел село Тинскую Америку от Мексики до Утогенной земли, до Мексики за 3,5 года. Да, пешком. Я хочу сказать, что я единственный человек, который путешествует, не используя автотехнических средств. Это только пешком, сплав и… Животное? Нет. Бьющие животное – нет. То есть исключительно только при помощи мускальной силы. Это не, знаете, не специализация экстремала и так далее. Вот многие называют меня экстремалом. Экстрем присутствует. Но не это главная задача. Задача – это осознать и научиться. Правильно мигрирует в пространстве. Для того, чтобы не терять народа и население. А мы его теряем именно из-за того, что мы многих вещей не знаем. То есть вы это делаете для того, чтобы потом научить других? Я правильно понимаю? Бесспорно. Главная задача – это все-таки наш доминирующий вид, это человек. И, знаете, исследователей, моего помню, не так уж и много. Вот если взять таких, как Берр Гриллс, это не исследователи, это шоумыны. То, что они предлагают, это показывать нельзя. Вы даже не знаете, что он три раза был в реанимации. Вот фактически там был такой момент «Альтернативное питание». Там, где он показывает, как нужно поглощать насекомых. Вот он берет, там было 8 видов. Это вы имеете в виду программу «Выжить любой цикл»? Вот это вот все это сжимают в единые комокки, потом это все съедают. Так вот, он себе кишечник порезал на ленточке. Дело в том, что эти насекомые, в общем-то, насекомые вообще-то удивительный класс, они носят свой скелет сверху. Ну да, хитиновый покров. Да, а вот как раз хитиновый покров, он, знаете, он по материалу схож с кевларом. И вот когда он попадает внутрь, он очень острый, он режет, естественно, ткань. Ну вот, то есть я хочу сказать о том, что тема выживания, это очень серьезная, это наука. Это не просто, скажем, какие-то отдельные приемы. Все считают, что выживание – это разведение костра. Ну да, песни под гитару, проснулся утром, голова болит. Нет, вот это вот туризм. Это в Грушинский фестиваль. Скажем, в Грушинский фестиваль – это совсем другое. Это духовность и песня. Но голова с утра все равно болит. Все знают прекрасно. Голова болит у тех, которые не знают, что делать. Так, а скажите, вот лично меня всегда приезжает туризм в дикий. Я приезжаю в другие страны. Саш, то, что делаешь ты, это не дикий туризм. Я прошу прощения. Это называется дикарем. Это вот для нас, стерилизованных людей, называется дикарем. Когда я не покупаю никакие туры, я сам исследую территорию, я готовлюсь, там какие-то карты, выкладки, может быть, какие-то проводники. Территорию города. Территорию города. И скажу, что, кстати, вот я к чему рассказываю. И даже в центре города, большого европейского какого-нибудь, я никогда не чувствую себя в безопасности. Потому что есть огромное количество криминальных социальных элементов, асоциальных элементов, которые могут угрожать мне и моей семье. Я путешествую с семьей, с честной женой, дочкой. Как у вас в этом смысле? Семь лет, неужели не встречались, простите, хулиганы и бандиты с большим дороги? Конечно, встречались. Дело в том, что, скажем, почти в каждой моей экспедиции происходят какие-то социальные встречи, которые могут повлиять на очень неприятный исход, скажем так. Бывали варианты, когда, ну, мне просто, скажем, везло, когда, значит, я попадал в регионы, где происходили разборки между бандитсующими группами, даже перестрелки. Вот темно давалось отсиживаться. Но, кстати, вы, вот если смотреть фильмы про колумбийских наркобаронов, вы очень похожи на представителя именно этой когорты. Вот загорелое лицо, белая футболка Дело в том, что я в Колумбию прошел вместе с партизанами. Про что я и говорю сейчас? И у меня было имя Мартинес. Потому что толком не знал, кто я. Так было проще. Так, хорошо. И вот, значит, разборки идут. И тут вы приезжаете в белые футболки. Я не приезжаю в белые футболки. Приходите. Я просто нахожусь в это время на своей стоянке. Естественно... В одиночестве? Да, да. Просто вот момент такой, где идет, значит, скрежетание колес. Затем выстрелы начинают ругаться и так далее. Потом, в конце концов, через 15-20 минут все прекращается. Все уезжают. Я прихожу и вижу там торчащие ноги из-за кустов. То есть, скажем, это тех, кто остался лежать, их, естественно, оставили. То есть, момента соприкосновения у вас нет с людьми? Нет. Вы старались его избегать? В данном случае это было несколько случаев, когда я, будучи свидетелем, просто не попал. Если бы, допустим, они меня заметили, они, конечно, положили меня. В любом случае. Но я хочу сказать, что у меня были и другие варианты. Несколько раз криминал выступал именно как спонсора. Не могли бы вы перенести, все равно идете. Хочу сказать, что вот питерская братва мне помогла неоднократно, когда я пересекал. Я очень часто пересекал в России, особенно северные регионы. Хабаровский край, знаете, она такая вот дорога, Транссиб, где гоняли автомобили и так далее. Она же постоянно контролировалась. С Владика, да. Они меня постоянно подкидывали. У меня даже еще остались видео, я их еще не показывал. У меня есть такой момент, когда подъезжает, значит, его имя Саша, больше я ничего говорить не буду, но он подъехал и сказал, Серега, у тебя же твой есть? Я говорю, да, что тебе еще надо? Я говорю, калаш. Он говорит, да нет проблем, он мне бросает автомат полный с рожком. Я его, конечно, не взял, но просто настолько это было просто. А какой им интерес был вам помогать? Дело в том, что, вы понимаете, люди криминала, это, собственно, люди-аванты, это авантюристы, вот, по сути, и они всегда видят своих. Романтики? Они чувствуют, дело не в романтике, а дело в том, что это люди одной крови, скажем так. То есть, существовала клановость некая, да, она существует и сейчас, и люди друг друга чувствуют и понимают, и доверяют. Какая же семья относится к тому, что вы уходите на два года, семь лет? Семья, это очень важно. И семья, как правило, это именно та, это тогда, когда люди понимают друг друга. То есть, зачастую, первый, это биологический вариант, люди друг другу нравятся и так далее, и кажется, что они сошлись. Нет, ну вот, когда помимо общих интересов еще они врастают друг в друга корнями, и когда понимают, что они действительно являются единым целым. Знаете, тайна человека в том, что человек, это не мужчина и женщина в отдельности. А мужчина и женщина вместе это и есть человек. Когда-то мы с вами были единым существом, двуполым. Ну а поскольку цивилизация не развивалась, кто-то нас соединил для того, чтобы был конфликт. А конфликт породил, естественно, цивилизацию. Крайнее ваше путешествие куда было? Самое дальнее вы имеете в виду? Крайнее. Последнее. Последнее. Ну дело в том, что я сейчас в экспедиции. Я стартовал... Я заметил. В этом году я стартовал из Днепра. Я иду на каяки. Это морские экспедиции. Последние годы я сейчас занимаюсь аквасредой. Вот там есть очень много тем, в которых я хочу помочь разобраться, людям, которые трудятся в море и так далее. Вот это, естественно, переохлаждение. Это высадка в прибойных зонах. Это очень серьезный вопрос. До сих пор еще это делают. Неверно. Ален Бомбард в свое время написал хорошую работу, но его высмеяли до тех пор, пока американцы не взяли на вооружение эту тему. Вот. Значит, дальше возвращаясь к этой теме, значит, я дошел до города Одессы. Я прихожу сюда каждый год, потому что у меня все морские экспедиции начинаются, собственно, через Одессу. Это ворота в Украину. Ну вот дальше я иду на Румынию, Болгарию и Турцию. И, конечно, точкой это будет Грузия. Батуми. Вот оттуда я уж как-нибудь вернусь. Это как раз та экспедиция, о которой в прошлом году вы говорили. Да, да. В том году я ходил на остров Змеиной, вот в этом году я иду на Батуми. Если все сложится нормально, следующее это будет вокруг Европы. Сергей, у меня последний вопрос для нашей сегодняшней встречи. Давайте сделаем, скажем так, ваш маршрут к нему, что изменения. Каждый раз вы вставляете в график посещение Одессы и телеканал Думская ТВ, будете возвращаться к нам и говорить, что у вас происходит. Вам же не сложно, а нам приятно узнавать новости. А нам интересно. Хочу задать вопрос последний на сегодняшнее общение. Как с финансами? Вообще, это же недешевое удовольствие путешествия. Вопрос этот очень сложный. Опять же, его величество случай. Как правило, люди моего цеха, если они попадают на человека, который это понимает, который обладает, скажем, возможностями, то, естественно, как, допустим, Федор Конюхов в России. У него несколько спонсоров, в том числе, кстати, и патриарх Кирилл, который выделяет средства на его экспедиции, и сам президент и так далее, где понимают, что флаг это очень важно. К сожалению, сейчас в Украине очень сложно, хотя мне помогают, мне помогает очень серьезно рух, скажем, сейчас немного Днепр, а Киев, естественно, это Киевский университет, непосредственно руководство университета и так далее. Это в основном документы, возможности, скажем, контроля и так далее. Сейчас меня фактически ведет по грандслужбе, они меня даже замучили, почему? Потому что они звонят через каждый час. Ну, знают, как дела. Они говорят, мы волнуемся, я говорю, я понимаю, но дело в том, что вы у меня забодали, мне тяжело просто бросить весло и взять в руки телефон и сказать вам, что нахожусь в каком-то квадрате и так далее. То есть утром и вечером и так далее. Но службы несут действительно очень... Сергей, помните, людям, которые не выходят так, как вы в одиночной вот эти вот ваши экстремальные экспедиции, они переживают, они не понимают, как можно столько времени самому преодолевать столько препятствий. Честно, я вам скажу, я себе не представляю, как у вас хватает сил и физических в том числе. Я уже говорил, что на велосипеде ездят все, но хорошо немногие. То есть кому-то дано находиться в данной вариации для того, чтобы стать фактором надежды. Ну, тем, сейчас немножко чуть-чуть один такой момент, в 1979 году американский самолет в Унису-16 упал в районе Ант. Живых осталось 50 человек. Они выжили благодаря тому, что у их бойскомандера в кармане была книжечка Наоми Уимура, японца, который достиг впервые Северного полюса. В одиночку, когда он показал эту книгу, а там началась паника, он сказал, видите, он один из кожи, мяса и костей, такой, как и вы, но он один, он смог дойти до полюса и вернуться, а нам всего лишь 200 километров, чтобы спуститься и дойти до ближайшего этого. Мы выживем, а не выжили. И появился такой главный стимул и главная основа всего, что делает наш цех. Это фактор надежды цивилизации. Если делать один, то могут сделать тысячи. Ну что ж, я искренне желаю вам успехов в ваших путешествиях и самое главное, еще нужно разработать вам одну методику и написать еще одну книгу на тему, как влиться в социум после семилетнего путешествия в одиночку. Это тоже согласитесь? Я вам хочу сказать, что я замечательно в нее вливаюсь. Я когда прихожу, студенты бегут фактически со всех факультетов и заполняют именно мою аудиторию. Все хотят услышать подробности. Сергей, благодарим вас. Спасибо. Успехов ждем через год у нас в студии. А можно и раньше? Сергей Гордиенко, путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию, был нашим гостем. Мы прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думска ТВ будет интересно.